итак ребята привет всем вы на канале битвинт play сегодня мы сыграем с вами disciples 2 в общем что я могу вам сказать про сегодняшнюю игру нашу во-первых это у нас с вами кастомная карта и карта которая создана мной так получилось что эту карту вообще по идее должен был проходить евгений мы записали с ним пару серий но к сожалению видео не получилось сохранить и она была утеряна и решил записать я свою же карту свое прохождение я думаю будет очень интересно давайте начнем играть мы будем за империю как видите я карту назвал empire resurrection давайте начнем же так защитники империи все верно здесь у нас так давайте имя лорда напишем наше имя собственно вот так вот бит и финт вот от отлично все так играть будем на среднем я выбираю пауководцев который будет регенерировать 15 процентов здоровья каждый день и так empire resurrection цели сценария не определены так как все по ходу мы будем с вами все будет в диалогах ну что ж наливаем себе чаем завариваем там вкусных пельмешек в общем как вам сказать да господи приятного просмотра чё поехали начинаем новую игру и так наш доход составляет 225 маны жизни на данный момент и 250 золотых так говорит мизраэль настал тот день когда наши лорды все собрались моя задача остается прежней я защищаю столицу пока не вернется с похода сэр а лимон а ваша цель я надеюсь ясно говорит герцог ван райт как видите кто не знаком с этим модом рейс от эйдж называется здесь добавили новых юнитов очень много особенно нейтралов ну и некоторые портреты изменили добавили новые предметы новые текстуры которые вы можете уже скорее всего наблюдать здесь на маленьком кусочке карты вот стоят вот такие ограждения заборчики в общем все походу сейчас познакомимся узнаем герцог ван райт да наша цель на сегодняшний на сегодня вернуться а вернуть маниш империи который захватил предатель принц миридор говорит эй не забывай что это не просто предатель он был самым лучшим ассасином в империи но его разумом овладел бетризен но он смог найти силы чтобы бороться на людской стороне да но его разумом периодически владеют и он сам променял свою душу на темноту теперь в нашем манеже вводятся теневые копии всему виной балдуин эх жалко хорошая был ведь ассасин хоть и имя у него странная балдуин наши прорицатели указали путь в манеж идем же кстати меч что держит принц сможет вернуть в чувство предателя мы его обязательно допросим новая цель цель захватить разрушенный манеж вернуть предателя в чувство окей вот он собственно балдуин как видите типа новый персонаж вот разрушенный манеж империи вот сюда нам надо добраться а так давайте посмотрим что у нас есть в принципе по карте по отрядам так но здесь некий такой стандартный у нас наборчик который мы сейчас кому-нибудь отдадим ага лорд ван райд утер рыцарь и лучники и есть еще вот такой вспомогательный персонаж инквизитор империи больше никого нету хорошо давайте отдадим свитки все зелья нашему герцогу да и что ты будешь делать а ну него и так в принципе достаточно но я думаю в бою лишним ничего не будет так это у нас 15 процентов здоровья добавляет я сейчас вот так вот раскидаю зелье так 15 процентов здоровья мы лучше наверно дадим мечнику так как ванрайт имеет броню некую он можно сказать то же самое что паладину империи только теперь его сделали вот таким вот знания все он все он у нас умеет делать это я постарался сделал чтобы интереснее было играть ну что ж давайте начнем нашу историю а кто это маг предатель хорошо умри тогда чё могу сказать он сейчас моих лучников может хотя у него инициатива 40 а у лучников 60 они его может быть и не успеют добить так нет добью то что у меня утюр сейчас должен походить и мечник рыцарь да отлично так лучники пошли у нас получать первый опыт и мы получили трактакт полководца инквизитор империи говорит жалкие глупышки жалкое зрелище жал жаль ваш разум сэр впереди виднеется странное старое поселение нужно быть аккуратным эти земли принадлежат старинному племени грамдока и еще врата бетризена запечатал некий пространственный маг великий мастер вэлин когда-то он был предпред при а провидецом суны но мортец мортец жаль все это его нам не одолеть сейчас он свободно контролирует земли бетризена немного расскажу о подводном королевстве суна это древнее королевство и в нем обитает сильнейшие мир фоуки недавно а недалеко от нас есть подводные руны можем наведаться к ним руины точнее так вот он мастер вэлин новый персонаж он достаточно кстати ну силен и террасу нечистья создал своего рода так книга заклинаний и адские круги запечатана мастером вэлином окей ладно так нам надо на одну да нам надо построить нашим лучником они у нас будут все ассасинами также у нас есть еще рыцарь в отряде так я наверное пока похожи здесь посмотрю что есть ограждение так это все нам принадлежит отлично так поселение здесь какое-то есть о здесь есть сокровище отлично нужно действовать быстро хорошо так 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 извиняюсь отвлекся ненадолго мне показалось что кто-то стучится в дверь позолоченная статуя статуя империи так о дорожный указатель древняя равнина я вот честно говорю полгода примерно прошло я здесь мало чего помню это прям ну как в новинку можно сказать для меня так что у нас есть сундуки а эликсир исцеления эликсир жизни ну все все достаточно неплохо с учетом того что у нас вообще зелье здесь принципе не было персонажа опа здесь что то есть здесь есть а лагерь ксенона вам нужны войны да я в принципе не откажусь только давай я рыцарю построю нашему так вот он у нас рыцарь пойдет отсюда отсюда так все следующий ход нам надо рыцарю будет построить кем он будет у нас далее так пока не буду потому что может быть здесь будут наемники крутые так у нас что с лидерством лидерство 3 то есть и мы сюда никого сейчас не сможем нанять к сожалению меня не застать врасплох так оооо здесь есть ангел тогда зачем я рыцарю все это дело еще инквизитор есть великие ну пожалуй я возьму ангела давай мы с тобой тогда попрощаемся друг так наверное так погоди так но сюда в принципе никто не будет нападать это я точно помню поэтому можно будет воина нашего отпустить вот так вот и дадим ему ангела одного это будет вообще прям бомба тогда будем строить а чё ангел у нас последний да ёб твою медь ладно ничего страшного всегда готов всегда готов так это что такое крыса здесь же нового воина добавили давайте разобьем их уничтожим так крыс такая маленькая что ее даже трудно заметить так крысы обычные мелкие грызуны крысы являются переносчиками многих болезней тип атаки у него смерть повреждение неизвестно сколько я честно говоря не помню и всего 20 с 20 здоровья по моему он 20 что ли ядом отнимает крыса так лучников надо минусовать потому что они будут по нашим лучникам шмалять логично да ну да так утер делает минус крыску ангел делает минус гоблину а мы добиваем гоблину отлично лучники пятнашку дамажит а у нас 25 и тем не менее их атака нормально у нас так это влияет а мы же трактат нашли так герой обладающий предмет получает дополнительное лидерство а а вот это как раз таки подойдет инквизитору надо было блин я лоханулся так я пожалуй оставлю тогда тебе трактат что с потому что с лидерством у нас все окей так а знамя мы нашли знамя незакрушимости увеличивать здоровье всех солдат на 20 это просто бомба для лучников наших особенно замечательно вообще обалденно меня не застать в разку так а здесь есть крыса которая две клетки занимает и гоблин охотник почему-то он сзади стоит ну ладно окей такой-то особенный да нет обычный просто я его почему-то назад поставил так мы здесь тоже самое только крыса почему-то две клетки занимает это очень странно прям максимально странно а у этого гоблина здоровье больше но ты гоблин охотник так охотник удачи на охоте как сказать так у крыс сколько там инициатива 40 что ли оба щи 10 так она вообще не выживет никогда в принципе вообще такой бесполезный персонаж даже опыта с него особо не помаешь так странные крысы я таких не видел никогда кстати я уже вижу царство суны о это хорошо так затопленные руины и ладно у нас что-то тут много точек таких давайте по ходу будем будем по ходу исследовать я бы так сказал так давайте знамя оденем и наймем кого-нибудь себе следующий так аванпост ага хорошо так тут давно не было людей как тут ужасно интересно кто за этим всем стоит вдруг раздался сильный грохот что за а я понял мои прорицатели раздобыли информацию о древних кланах камня она же каменное королевство это что-то наподобие кланов гор ну гномов этих только гораздо могущественнее сейчас они добывают тут камень и создают странных существ сейчас покажу вам ага вот она чё так здесь есть бронированный исполин раб камня стальные голем это новые персонажи это мы его еще с евгением называем сланец острит волчья пасть верховный король гномов и еще есть тор фред небохранитель здесь у них алтарь камня много интересного в общем есть камни все интересные локации здесь у нас виднеются так здесь есть два орка и гоблин а здесь орк богатур давайте-ка мы наверное богатурка сначала разберем по частям потому что он такой нормальный пацан а да что ты будешь делать паралич отлично какие хотел работы все все сработало так все ништяк окей так пропускаем ход так теперь можно наверное нам нанять кого-то сколько инквизитор 1800 ангел 1900 будет конечно здорово инквизитор набаффан и видно прям 210 здоровья иммунитет на разум стойкость на огонь лодка у него идет урон и ипотаки оружие у ангела у нас 250 здоровья не иммунитетов не стойкость и повреждений так нормально и здоровья конечно ангел ангел это покруче будет явно так все с лидерством у нас полом пока хорошо это так будет на подстраховке у нас парень нужно действовать быстро так ты все быстро действуешь быстродействующий пацан это радует но так 500 до надо точно нужно действовать быстро почему-то твои лучники потом не быстро растут хорошо как раз и до свидули так тебя подкосываем давай паралич а ты его убил да сколько ты отнимаешь 80 80 отнимает отличная замечательный ох ангелу бы сейчас промазать еще это обидно конечно ладно с кем не бывает да ва 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 теперь рейнджера инициативы теперь чуть-чуть побольше и урона по-моему инициативы не помню урон точно побольше стал ну и естественно здоровье так хорошо какие-то камни обугленные кости есть циклопс есть ну-ка пойдем сходим к этим древо тут хао хан орков хан орков чего гоблин хан чё чё я тут намутил кстати вот эти скалы их тоже тут нет уродливая статуя какая-то так ну хан орков я думаю мы с ним сейчас справимся у него параличей нету иммунитетов давайте начнем разбирать этого парня так вот этого надо убирать он сейчас будет прям мешать мне отлично минус один так разбираем ханчика ой хорошо как ой замечательно а подмечник сработал но все равно дорогу тебе дальнюю так ничего не дали кроме опыта за него плохо надо было им ничего не поставить так здесь есть каменные врата которые кстати не открываются и есть каменное укрытие я вот помню здесь у нас сюжет развивается по такому по такой ветке то есть если мы сейчас не трогаем вот этих древних то в следующей карте эти древние играют за нас в союзе и нам помогают если же мы их убиваем то естественно они нам будут мешать и будут против но они мне я как честный владелец империи как здравомыслящий человек имперского народа они мне не мешают они меня не трогают они не нарушают никаких правил и я их не буду трогать вот я честный такой заброшенный дом камни давайте циклопа тогда попробуем у работать так еще вот тут видите новые текстурки появились так он сотку отнимает серьезный парень с учетом того что он может по любой из целей бить но он этого не успеет сделать и мы получаем опыта укрепление дикарей так там виднеется людоед и еще какая-то фигурка которую к сожалению я не могу разглядеть так а два дикаря есть вот еще один новый персонаж и шаманеса здесь вот я честно говоря не знаю инквизитор должен по идее за то что тут явно проводят ритуалы это не только дело рук варваров но и племени грамдока кстати грамдок это величайший воин племени и скорее всего именно он стоит за всем этим жертвоприношения мучения убийство граждан все это дело его рук и его мерзких тварей сначала покончим с ними а потом отправимся на земли битризена и вернем наш манеж говорят что планарный циклоп способен сотрясти все вокруг себя он ничего не имеет общего с зеленокожими но похоже что грамдок заключил альянс между зеленокожими и варварами и назвал его племя грамдоком логично сейчас они совместно совершают ужасные ритуалы похищая по ночам наших крестьян и послушниц кара императора настигнет и вас вот они чем тут промышляют поганцы такие а ребят если вам интересно напишите прям час вот поставьте на паузу и напишите в комментариях как вам карта моя мне будет очень приятно ведь ваш комментарий он вообще бесценен так опа промах так у него есть стойкость на оружие 140 он здоровье а 40 отнимает дикарь дикари объединяются с кочевыми племени племенами варваров в бою они орудуют самодельными копьями а при помощи щитов способны отражать первую атаку оружие извини чувак у меня здоровье поэтому от меня ты никуда не уйдешь а вот от меня ты можешь защититься ну ладно так ты вот страхи нам нам вот эти вот страхи вообще не надо так кембулия о никого не испугала ну все хана тебе шаманеса ха-ха-ха по башке тебе кувалдой так отливой булавы так 50 опыта тогда надо магом тоже стоит получается логично да так и ждем регена магом 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 маги у нас пусть будут вот эти ребята иначе здесь вообще смысла не вижу в призывателях так пока регенится у нас наш инквизитор мы ванрайтом так укрепление дикареечка это трава новая здесь есть древние руины великана и есть алтарь грамдока о отлично нам надо грамдоку навалять в общем так серьезный такой парень но мы его сейчас размотаем уже половины хп у него нету это все это это досвидули вот так так опыт у нас растет так тебе еще много качаться тебе тоже и тебе тоже и лучником нормально еще есть где покачаться так что это такое мост по которому кстати нельзя пройти а вот и планарный циклоп про которого нам говорил великий инквизитор так окей планарный циклоп выдержим ли мы его атаку о ничего общего с зеленокожими эти одноглазые гиганты способны несколькими мощными ударами сотрясти все поле боя так даже если я сейчас в щит в стану это мало что изменит поэтому лучше давайте ему по максимуму нанесем урон я надеюсь что шанс попасть по всем у него будет не 100 про ты еще и порт да это капец о есть промах по одному отлично отлично одного только лучника потеряли о мы чуть-чуть о семимильные сапоги о жертвенный жертвенный клинок смотри мы уже какие-то предметы появляются я даже не помню что вообще тут такие предметы об она добавлял здорово так сапоги нам дают на 60 процентов движения героя нам дают отлично так сейчас у нас 23 всего а теперь у нас 36 во уже более-менее то вообще скороход так позволяет наносить критический удар который на короткое время ослабляет цель а вот это то вот это вообще вещь прям легендарная вещь так здесь есть крыса гоблин о и spider link это я насколько помню это детеныш красного паука большого которого тоже кстати новый персонаж в игре юнит я бы так сказал так здесь есть могилы тоже кстати новая так давайте они вот нам мешаться будут а на ассасина нам сколько надо 500 он нормально сейчас будут ассасины ай он еще против не чем большие пауки смотрится так spider link ведь о да правильно я говорю детеныши красных пауков spider link и впрыскиваем жертву слабый яд который тем не менее способен причинить немалый вред но 10 ядом и плюс 40 укус оружие смерть 90 хп ну в принципе соперник такой помощнее чем вот эти все будут ночью поделать мы с этим справимся с мопланарного циклопа убили я думаю что дальше проблем не будет так здесь могилы скелеты так как дела тут инквизиторов это кто у нас дикари траппер и дикари вождь варваров и варвар неприятный состав траппер минус анет по-любому сразу мага это по-любому надо ждать полного регена здесь здесь вот еще может быть что-то и получится так я пропущу день о балл повелитель легиона предлагает вам заклинание блуждающий огонек за 300 золотых реальная стоимость 200 вы согласны у меня с деньгами напряг так что извини о да как ты червь смеешь отворачиваться от торговли с нами да иди ты в задницу кто еще червь вы там себя видели рогатые скоты так мак 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 давайте дедушка у нас такой будет бородатый кстати когда им там по опыту о-о-о-о еще долго ребята вам еще долго пахать так что ж попробуем сука вот этот ублюдок меня прям бесит надо вот варвара быстрее вырубать корень то справимся ох ты соточку а хорошо да у но это все это дзр еще такое о отлично не фартит фортуна мать наша второе мое имя о хорошо как замечательно еще опыта так все я пока буду стоять тут на всякий случай вдруг вот эти вот барбосы будут нападать на меня до всегда могут напасть но сделаем предохранимся как сказать от несчастных случаев не дадим немного вам эликсиров потому что что-то у вас вообще галяк так и все я пошел дальше на задание пропускаем ход ребят пишите в комментариях как у вас вообще настроение как вам вообще игра disciples это хорошо что люди на ней работают и создают новые моды разные версии уже успели повыходить так что здесь у нас о здесь новые серые гоблины они выглядят очень ужасно мест лишь что о увалень какой-то я вообще не помню его обугленные кости ужасное место кто эти гоблины они явно отличаются от обычных и выделяются своей силой разделаемся с этими гоблинами и навестим громдока до свершится предначертанное мы отомстим за погибших людей так жертва пыток здесь есть костер кстати вот еще одна текстура подвижная динамичная здесь очень не хватает динамики прям вот это прям вообще вот красота обрывы фонтана здесь вот о аномалия обрыв опасное место окей вот динамики в игре здесь явно не хватает плане текстуры имею ввиду так гоблины давайте посмотрим что за гоблины я не помню о какие так 175 они еще 15 защиты паутинник урон да это полноценный передовой воин неплохо для первого уровня статы такие в принципе ну да нормально так результатом кровосмещения в племенах зеленокожих становится рождение особенно особо крупных серых или как еще называют об гоблинов ну да надо от вас избавляться неприятные о уменьшение минус 25 до свидания сейчас ядик отлично минус полетели но хорошо так ты пока у нас той опыта больше получим нормально такой воин смотри-ка первая стата и как бы это так по хп в принципе вот тут тут кто такое валение не помню я помню что это что-то такое мощное юр то есть так что у нас здесь инквизитором тишина а еще уродливая статуя кстати не заметил так сейчас увидел так о траппер я думал он минусы нет час ну ладно это хорошо так чип погнали мои пацаны блин у траппера инициатива 60 больше всех он сейчас минус они от нашего мага промажь пожалуйста от сука ну ладно сдохни тогда чё сказать там 970 опыта дадут нет 60 почти так чё-то не предметов ни хрена не дают чё-то инквизитору здесь тяжело выживается вообще прям тяжело так вот я не помню кто так великан значит там какой-то есть это нас траживает малейку нужно действовать быстро так ты быстро действуешь хорошо стоим так ребята кстати еще вот обратите внимание ману эльфов заменили сделали ману теней так давайте посмотрим кто тут потому что тут есть интересное сокровище увален о выглядит ну жутковато 240 кп 80 повреждения пинок а на него инициатива слабая то бишь он такой танк увалене медлительный и неповоротливы но даже безоружные они сильнее большинства орков ну кстати да ребята вот надо прям минусовать а то ты какой то вот прям вот мне не нравишься так гоблина надо сразу ядик тебе тоже ядик всем под носрем только не всем ладно так спать иди нет сука либо 80 либо 50 ладно пусть будет 50 все таки меньше а ты чуть промазал ох ну все скатертью дорога тебе парень так даже там луч никто наш прокачается а 319 давай еще вот пару таких битв и будет вообще шикарно так так о зелье а прикатило подъехали зельем так давайте-ка герцога у него меньше всех хп из передних передовых воинов так костяные шипы давайте костру подойдем так что-то я вижу я вижу сокровища кстати видите опять же новые текстуры добавили каменные шипы есть юрта придал разорвал чувак причем здесь вообще союз чё чё происходит алё так давайте в юрту наведаемся так выйдя внутрь юрта вы ничего не нашли ну ладно хорошо не нашли так не нашли скальное убежище племени вот там сам и грамдок главарь всей банды живет чем было не было поехали так он у нас со старейшиной гоблинов это старый пью нет не все помним его так вот он у нас мощный парень с отрим унитет на паралич у него сука 525 хп булава великана и паралич на 150 повреждений боги выбирают своих заступников из числа смертных последователей чемпион грамм дока одним ударом может обездвижить жертву сломав и хребет ты сука мне вообще не нравишься так мы сколько на 75 тоже уже сломка потравить до тебя отлично и тебя тоже так ты раз успеешь походить 54 а почему а у нас 30 брони потому что и у тебя еще был урон минус 75 тогда нормально тогда мы его сейчас быстренько уработаем давай ганты нанган веником помахал и все ништяк у него так минус отлично блин серьезная компашка если тут еще в придачу валини бы всякие были бы или если сюда еще представьте хана орков поставить ох это было бы очень жестко можно бы даже сказать для моего уровня это не вообще не вариант того какие здесь войны есть пока что так что то мой империи давайте сходим посмотрим кто тут у нас крыса набафанная сука и этим 800 хп у него и стойкость на паралич так он значит по 90 по одному еще страх ну ладно этины грозные великаны из удаленного материального плана головы этих гигантов обладают автономии и часто переругиваются между собой ну окей давайте разберем этого парня проблем с ним не будет никаких крыса у нас и так в минус пойдут так почти половину метров от ищет промазал он и тогда парень чего шансов возрастает на победу о это все это фортуна мое второе имя реально что-то прям фортит пока тву 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 главное вот чтобы фортила в начале потому что потом ребята под конец будет очень меня чувствую потно если фортит в начале и мы быстро получаем опыта значит и концу мы уже с вами подготовлены и будем так превратить врагов другого о это вот ванрайтику надо он вообще-то до имба будет слушай давай 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 так еще ход ребят я скорее всего это прохождение поделю на несколько частей дабы там часовые ролики не не смотреть вам не заливать так это разум бьет а вот это я хрен знает может быть и тоже раду так вот так сделаем отлично так ванрайт погнали вперед вот тут еще есть сокровище о мы кстати пропустили о сила титана это нам дает повреждения на 10 80 125 135 но нормально теперь я думаю самый раз будет о о о вообще нормальные господгоны такие еще хп увеличим так ангелу точность 80 100 81 85 85 так 81 и 80 давай утеру так что тут у нас есть сэр дальше находится царство подводная сумма нам преграждает сущность которая называется водоворот попадя внутрь ее можно остаться навсегда рабом суны когда-то это был великий маг но теперь стоит на страже в подводное царство достаточно стойкий в бою имеет множество гардов также не восприимчив к отрицательным эффектам осторожнее хорошо будем иметь ввиду спасибо нам нас такой инквизитор прям самый лучший такой разведчик и вообще инфу полезного чужого я старался ребят так водоворот что сходим в царство суны или оставим их существовать как вы думаете мне честно говоря я не так не шибко горю желанием ходить здесь по тем вот этим вот подводным неподводным так все таки так в принципе они нам по сюжету в принципе не нужны только как опыт показать вам если будет интересно напишите в комментариях я вам покажу здесь просто много новых юнитов мир фоуки есть это прямо не так и называются юниты такие смысле у них имя так сэр впереди нечестивое болото также виднеется мертвый город говорят там обитают существа которых не видел никто все это плод мальчик а вот это интересно мертвый город вот это интересно погнали призванный призванный костяной голем костяной голем так просто костяной голем 160 хп смотрите иммунитет горды даже есть костяные клешние критическое попадание пробитие доспеха вот Как это нормальный такой юнит. Искушенные некроманты рано или поздно выходят за рамки обычных экспериментов. И вместо воскрешения мертвых занимаются созданием подобных големов. Призванный. Ооо, он еще жестче. Такой же, только у него гораздо все выше. У него и атака 90, и хп уже нормальный. И вот этот вот, земляной элементаль. Магия вдохнула жизнь в почву и придала форму этих элементалям. Превращая земную твердь под ногами врагов в грязь. Это существо замедляет противника. Ну да, вот это вот надо прям минус сделать жестким. Так, иммунитет. Хорошо, у тебя нет иммунитета. Да ест твою не то, хотелось бы. Ай, ладно. Ооо, вообще все плохо, граната. Так. Они прям упорно долбят ванрайта. Смотри, что делаем. Минус ванрайт, прикинь. Ёп твою мать. Так, благо ассасинчики есть. Так, тебя лучше не насанем. Так, ну в принципе это победа. Так. 50 опытов всего. Блин, серьезно. Таких 3 призванных и все. И это прям, ну нормально так будет, я вам скажу. Так. Раз, два, три, четыре. Это что делает? Воин, выпиши это зелье, навсегда получает плюс 33 к регенерации. Ооо. То есть, помимо 15 наших дефолтных, он будет еще и получать больше. Так, ребята, давайте на этом первую серию закончим. Кому понравилось, обязательно палец вверх. Подписка на канал, кто еще не подписался. Я вас не принуждаю. Просто, если интересно наблюдать за тем, во что я играю, то подпишись. А также, если ты уже являешься моим подписчиком, то пиши в комментариях, во что можно еще поиграть. Ведь я всегда прислушиваюсь мнению своих подписчиков. И всегда вам отвечаю. А с вами был BitFind. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.